МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу Город С в студии Инна Румянцева. Здравствуйте. Единый государственный реестр недвижимости в современном мире это информационный ресурс, без которого не может быть совершена ни одна сделка, касающаяся недвижимости. Чем отличаются различные виды выписок из ЕГРН? Как получить такой документ? На какую информацию в выписке необходимо обратить особое внимание? На эти и другие вопросы сегодня ответит наш эксперт, заместитель директора филиала публично-правовой компании Роскадастер по Самарской области Ярослав Лагунов. Здравствуйте, Ярослав Сергеевич. Здравствуйте. Итак, сведения о недвижимости, которые содержатся в едином государственном реестре, в каких случаях и что именно мне, как владельцу недвижимости, дачи или квартиры, надо знать? Хороший вопрос. Ну, наверное, начну с определения ЕГРН, такого простого, чтобы мы все понимали. ЕГРН – это свод достоверных систематизированных сведений об объектах недвижимости, о правах на эти объекты недвижимости, наложенных ограничениях, ну и иные сведения, учтенные в соответствии с действующим законодательством. В ЕГРН, в реестре недвижимости, давайте его будем проще называть, по Самарской области учено почти 1,4 млн объектов недвижимости земельных участков и порядка 3 млн объектов капитального строительства. То есть это такой колоссальный ресурс. Конечно, владельцам объектов недвижимости интересно будет знать текущие характеристики объектов недвижимости, потому что есть основные характеристики, которые объект приобрел при своем создании, а есть дополнительные характеристики, которые могут меняться в зависимости от принимаемых орган, различными органами документов. Например, кадастровая стоимость. Это изменяемая характеристика, и в момент, когда проходит массовая оценка, соответственно, с нового периода будет новая кадастровая стоимость. А если будет новая катастрофная стоимость, то изменится, соответственно, налогооблагаемая база. Поэтому, конечно, периодически нужно отслеживать сведения о своих объектах недвижимости. Будь то квартира, дом, либо земельный участок. Если я планирую приобрести какую-нибудь недвижимость, чем в этом случае мне поможет информация из ЕГРН? Когда мы покупаем какой-то объект недвижимости, мы хотим, наверное, знать его историю. То есть, как часто он продавался, почему продавался, все ли с ним нормально, есть ли у него границы, внесены ли они в реестр недвижимости, есть ли какие-то ограничения на этом объекте недвижимости. В этом случае нам могут помочь различные виды выписок из реестра недвижимости. Мы за этот год, за истекшие 7 месяцев, уже предоставили порядка 1 миллиона 600 тысяч выписок. То есть, понимаете, какой объем. Одна из самых таких основных и, скажем, потребляемых выписок, это выписка об основных характеристиках из регистрированных правах. Мы их порядка 600 уже, тысячи предоставили. Это как раз основная выписка, которая показывает, кто действующий правообладатель этого объекта недвижимости. Какие основные характеристики этого объекта недвижимости. И есть ли какие-то ограничения. То есть, есть ли граница у земельного участка. То есть, это основная характеристика, выписка, которая подтверждает право гражданина на этот объект недвижимости. Еще раз, как она называется? Выписка об основных характеристиках из регистрированных правах. А вообще, виды выписок бывают разными? Их очень много, на самом деле, я могу... Ну, тогда расскажите сейчас, и чем они отличаются друг от друга. Да, я пройдусь, наверное, по основным 5-6 выпискам, которые более всего востребованы нашими заявителями. Первое, как я сказал, это выписка об основных характеристиках из регистрированных правах. И здесь основными получателями являются физические лица, органы власти, какие-то, возможно, правоохранительные органы. То есть, тем, которые хотят в текущий момент узнать, кто является правообладателем объекта недвижимости. Следующей выпиской является выписка об объекте недвижимости. Она очень схожа с первой выпиской, но содержит расширенные сведения об объекте недвижимости, координатное описание. То есть, она более детально погрузится в характеристики объекта недвижимости. Ей в основном пользуются, в каком-то случае, кадастровые инженеры, то есть, более профессиональные участники рынка. Следующий вид выписки по популярности, скажем, вот топ-5, это выписка о правах на отдельного лица. То есть, по этой выписке вы можете узнать все объекты, которые вам принадлежат. То есть, она подразделяется, вы можете узнать обо всех объектах на территории Самарской области, на территории, там, 30 субъектов или по территории всей Российской Федерации. Удобно. Которые за вами числятся объекты недвижимости. Далее идет выписка кадастровой стоимости. Это данный вид выписки, вот, единственное является бесплатным, вот, из таких. Он позволяет узнать текущую кадастровую стоимость объекта недвижимости. Это как раз вот связано непосредственно с налоговой базой, которую, и налог, который вы платите. Удобство этой еще выписки заключается в том, что ее можно заказать на конкретную дату. И посмотреть в ту дату, какой-то иной предыдущий период, какая была кадастровая стоимость. И сравнить. И сравнить, да. Потому что, допустим, выписка об основных характеристиках вам показывает всегда только актуальные сведения на текущий момент. Да. С точностью до часа и минуты. Потому что реестр недвижимости, он изменяемый. Изменяемый каждый секунд, как бы, ресурс. Далее идет выписка о переходе прав. Это, на самом деле, тоже очень интересная выписка для при покупке объекта недвижимости от квартиры. То есть посмотреть всю историю перехода квартиры от одного пользователя, ну, владельца к другому. То есть, если квартира в течение предыдущих двух-трех лет перепродавалась пять раз, тут могут возникнуть вопросы. Да. Все ли там нормально. И надо ли приобретать такую недвижимость? И надо ли приобретать. Лучше не рисковать. В этом отношении эта выписка очень такая интересная. Она показывает, когда было право приобретено первое, когда перешло к следующему. И то есть вся история, как такое дерево получается, генеалогическая квартира. Очень тоже полезная выписка. Рекомендую ее заказывать тем, кто собирается приобретать какой-то вид объекта недвижимости. Выписка. Есть еще КПТ. Это кадастровый план территории. Это выписка, которая предоставляет сведения на определенную территорию. То есть туда попадает много объектов недвижимости. Но, как правило, это такая более узкопрофильная выписка. Она обычно ее используют кадастровые инженеры, органы власти, правоохранительные органы. Когда хочется какую-то общую картину получить по территории, вот они ее заказывают. Ну, все остальные выписки. Также бывает есть выписка признания недееспособности, определенные копии документов. Копии документов, кстати, тоже очень интересный вид выписки. То есть бывает так, что люди совершают какие-то сделки, да, купли-продажи, но не сохраняют договор купли-продажи. Либо он утерян. А впоследствии, там, для того же продажи последующей, потому что некоторые новые приобретатели недвижимости говорят, мне нужна не только выписка. Я хочу посмотреть документ основания, на котором вы ее приобрели. Покажите мне его. А мы, ну, по своей такой сути, иногда ее где-то можем куда-то далеко убрать, вроде она нам не нужна. Она на самом деле может быть нужна, может быть нужна для предоставления потом ее в налоговые органы. И вот если вы ее утеряли по какой-то причине, то вы можете запросить копию этого документа. У нас копии документов хранятся. Это замечательно. Вот. То есть такой вид предоставления сведений у нас тоже есть. Это очень полезная услуга, я думаю. Да, и она востребована тоже. Хорошо, с этим ясно. Теперь расскажите, какими способами можно заказать выписку и каков порядок, собственно, направление запроса для этого. Росреестр, как такой пионер развития электронных сервисов, конечно, больше всего дает предпочтение направлению в электронном виде запросов. И, соответственно, получение этих сведений в электронном виде. Вот. Направить нам запрос в электронном виде можно несколькими способами. Для физических лиц, наверное, самым удобным способом будет это портал Госуслуг. Сейчас почти у всех уже есть доступ на портал Госуслуг. И на самом деле там, если заходишь непосредственно вот в главную форму портала Госуслуг, там выписка из ИГРН, она сейчас в топе. То есть это очень часто такой запрашиваемый вид. То есть просто вообще отдельной строкой выделено. Отдельной строкой, отдельной плашкой. Вот. Есть такое еще, это новшество, не так давно появилось. Выписка, есть такая онлайн-выписка, быстрая. Она бесплатна для гражданина, для собственника объекта недвижимости она тоже является бесплатной. И где-то формируется одну минуту. То есть если у собственника квартиры есть в личном кабинете на Госуслугах в разделе недвижимости, то он, скажем, щелкнув по этой квартире, может заказать онлайн-выписку, где выйдут основные характеристики его объекта недвижимости, выйдут сведения о правах с подтверждающими документами. И вот эту выписку как раз он сможет передать либо риэлтору, либо новому владельцу, который хочет приобрести, как подтверждение факта того, что он владелец. Выписка формируется в электронном виде, заверяется электронной цифровой подписью. Она может быть направлена непосредственно порталом Госуслуг на адрес электронной почты того лица, который интересуется, для того, чтобы избежать возможных фактов подделки или еще что-то. Также на ней имеется QR-код, по которому можно проверить действительность данной выписки. Тоже удобный сервис, самое главное для правовладателя она бесплатная. Ну вот вы говорите, здесь в основном электронные ресурсы. А вот существует МФЦ, да? Это один тоже из способов направления документов, подачи документов. Можно обратиться в любой офис МФЦ и запросить сведения. Но там можно будет запросить сведения только в бумажном виде. В бумажном виде? Да. А это платно, бесплатно? Сведения ЕГРН, за исключением выписки о кадастровой стоимости, которую я сказал ранее, и вот онлайн-выписки, которые через госслуги доступны, все платные. Все платные? Да. Даже если через электронные ресурсы запросы? Кроме этих двух выписок, все платные. Единственное, что платность варьируется. То есть если в бумаге, то она будет дороже, в электронном виде она дешевле. Тарифы утверждены, вот я их озвучивать не буду, они в соответствии с законом. Так, все совсем все ясно. Просто кому-то, возможно, пожилому поколению, возможно, легче будет. По старинке. Да, по старинке прийти, получить бумажный документ и, так сказать, быть спокойным. Да. Но я тоже здесь тогда дополню, как раз для этой группы лиц, что выписку, полученную через портал госуслуг, можно прийти в МФЦ, вам ее распечатают и заверят. И у вас будет бумажный. Там, да, за дополнительную плату МФЦ делает это, у них тоже тариф утвержденный. Но там чисто символическая плата. Поэтому, кому нужна бумага, можно пойти по таким способам. То есть можно и по такому пути пойти. И тогда будет и электронный носитель, и будет даже еще лучше. Еще лучше, да. Два в одном получится. Хорошо. На какую информацию в выписке необходимо обратить особое внимание? Ну, наверное, для владельца объекта недвижимости должно, если мы говорим про земельные участки, это разрешенное использование для того, чтобы понять, под какие цели он имеет право использовать. И, конечно, нужно использовать данный земельный участок. Наличие координат. То есть если он приобретает новый земельный участок, он должен убедиться, что проведено обиживание земельного участка, его координатное описание, то есть конфигурация есть и соответствует тому, что на местности. Допустим, он выходит приобретать земельный участок и видит, что он, допустим, квадратный. А в выписке получается, что он, может быть, там треугольный или какой-то прямоугольный. Тут возникает вопрос, а какие же на самом деле границы земельного участка? И тут на это тоже надо обращать внимание. Та же самая кадастровая стоимость. То есть это тот же показатель, на который обращаем внимание, потому что дальше это влечет за собой дополнительные какие-то проблемы. Адрес. Адрес, кстати, тоже изменяемая характеристика. Переименовали улицу, адрес у вас автоматически в реестре поменяется. Поэтому тут иногда тоже не надо пугаться, такое тоже может быть. Это не значит, что кто-то самовольно что-то делал. Это орган власти принял решение об изменении адресных элементов и автоматически характеристики поменялись в ЕГРН. Как я говорю, ЕГРН – это такой изменяемый ресурс, который меняется постоянно. И выписка об объекте недвижимости, об основных характеристиках, надо понимать, она актуальна на текущий момент. Через 2-3 дня она может быть уже неактуальна, потому что уже что-то поменялось. Просто в любом случае не надо этого пугаться, видимо, просто надо перепроверять. Пугаться, конечно, не надо, но когда вы совершаете какую-то сделку, желательно накануне, конечно, проводить проверку еще раз. А лучше пораньше, а не накануне. Накануне – это уже вторичная такая, второго уровня проверка. То есть еще разочек, да. При получении выписки, возможно, вместо фамилии и имени увидеть физическое лицо, вместо фамилии и имени собственника, я имею в виду. Все верно. Вот это что значит? Объясню. С 1 марта 2023 года были внесены изменения в закон о персональных данных, а также в наш ведомственный федеральный закон о регистрации недвижимости. И сведения о правообладателе были исключены из сведений общедоступного характера. То есть раньше любой человек мог запросить сведения об объекте недвижимости и увидеть фиу, то есть дату рождения владельца. Законодательно решили, что, наверное, это неправильно, и с целью защиты прав правообладателей было сделано так, что теперь выходит физическое лицо. Да, показывается, что есть владение, есть основание, то есть номер регистрационной записи, но фиу не выйдет, только будет физическое лицо. Поэтому, если вы хотите узнать, кто правообладатель, тут, конечно, лучше обратиться к нему, ну, при покупке квартиры, я имею в виду. Или есть такая возможность, ну, это возможность для правообладателя, он может сделать соответствующую отметку в реестре недвижимости, что он хочет, чтобы эти сведения показывались. И в этом случае они будут доступны всем. Все понятно. То есть, если собственник заказывает выписку, ему выйдет с фиу. Все сведения, да. Все сведения полностью. И паспортные все, да. Если заказывает не собственник, иное лицо, а иное лицо, значит, тоже может заказать выписку. Иное лицо может заказать выписку, у него просто будет... На любой объект недвижимости. На любой объект, да. Вот так, как все прозрачно. Да. Исключением будет только выписка о правах отдельного лица. Ее может заказать только собственник, либо представитель законный. И иным лицам придет отказ в предоставлении сведений. Как узнать об ограничениях, наложенных на объект недвижимости? Такое же возможно? Возможно, да. В этом как раз поможет выписка об основных характеристиках из инвестиционных правах, или выписка об объекте недвижимости. Там отдельными полями предусмотрена информация об имеющихся ограничениях. Можно воспользоваться ими, там они будут расписаны. Второй способ – это воспользоваться личным кабинетом правообладателя на сайте Росреестр. Там есть вкладка «Мои объекты недвижимости». И там около каждого объекта недвижимости будут также указаны все его ограничения. Более, допустим, есть у нас ограничения как наложенные в виде арестов или еще что-то. А есть ограничения, накладываемые охранными зонами. То есть там проходит кабель какой-то высоковольтный, газовый. Они тоже отображаются как ограничения у объектов недвижимости. Можно их детальную расшифровку увидеть на публичной кадастровой карте. То есть там выбираешь это ограничение, и там будет история, что это на основании чего было установлено. И какие ограничения оно накладывает на владельца объекта недвижимости. Это очень важно при покупке-продаже информации. Да, понимаю. Покупая объект недвижимости, если вы покупаете, скажем, просто земельный участок, вы, наверное, планируете там что-то строить. Ну что-то, да. Да, ИЖС или какой-то садовый дом или еще что-то. И вам, конечно, важно понимать, имеете право вы там его построите. Вам его потом там вообще введут в эксплуатацию или не введут в эксплуатацию. Поэтому здесь эти риски надо тоже оценивать при подборе себе объекта недвижимости. Хочу разбить вишневый сад, а оказывается нельзя там, допустим, этого делать, да? Опору слишком нельзя. Да, да, да. Поэтому тут вот такие нюансы, конечно, очень важны. А как проверить подлинность выписки из ЕГРН? Ну, подлинность как раз можно проверить с помощью QR-кода, который нанесен на выписку онлайн. Для этого есть специализированный сервис на сайте Росреестр и Госуслуг, там, где вы сосканируете этот QR-код, и вам выйдет подтверждение подлинности данной выписки. Вот это один из способов, да. Помимо выписки, какие еще сведения можно получить ЕГРН? Выписка, на самом деле, дает почти исчерпывающие сведения, которые можно получить. Но есть, говоря об основных характеристиках объектов недвижимости, можно воспользоваться несколькими сервисами для получения их. Один из них – это сведения об объекте недвижимости в режиме онлайн. Он позволяет произвести, он доступен на сайте Росреестра, он доступен в личном кабинете правообладателя на сайте Росреестра. По адресу, по кадастровому номеру, по ранее присвоенному адресу вы можете найти объект недвижимости и просмотреть все его основные характеристики. Это площадь, назначение, разрешенное использование, категория, ну, в зависимости от вида объекта недвижимости, и кадастровой стоимости. А также наличие прав и ограничений на этот объект недвижимости. То есть, если вы не хотите заказывать выписку, а просто хотите увидеть основные характеристики и сверить их, то можно воспользоваться этим сервисом. Он тоже совершенно бесплатный. Что касается получения сведений Государственного фонда данных земли, вот, насколько я знаю, все более востребованным становятся запросы граждан вот именно на эту информацию. Как обстоит дело с получением вот таких выписок? Материалы Государственного фонда данных, землестроительные документации, это новый вид наших услуг. Он раньше был у Росреестр, сейчас он передан в ППК Роскатастро, и мы предоставляем эти сведения, у нас второй год пошел предоставление сведений. Да, мы видим некую динамику положительную по увеличению объема получаемых сведений, связываем мы с тем, что была реализована возможность тоже получения через портал Госуслуг, и мы сейчас как можно больше популяризируем это направление. Если в прошлом году где-то только 20% запросов приходило через ЕПГО, то сейчас уже 67%. То есть мы видим, что как обычные граждане, так и профессиональные участники рынка все больше переходят на электронные виды взаимодействия. А вообще фонд, данный, скажем, Государственный фонд землестроительной документации в территории Самарской области, он, ну, можно сказать, по сравнению с Рестром недвижимости не такой большой, там порядка 450 тысяч. За истекшие 7 месяцев нам поступило порядка 18 тысяч обращений, все они рассмотрены, в принципе, положительно, мы всем предоставили сведения. Ну, надо тоже понимать, что данный ресурс содержит тоже очень такой узкий, на самом деле, набор сведений, которые могут запросить, которые интересен будут гражданам. В основном это какие-то земдела, землестроительная документация, либо инвентаризация земель. Поэтому, да, востребованы, и вот мы отрадны, что начинают получать его в электронном виде. Также хотел бы тоже сказать, что если заявитель направляет запрос в электронном виде, сроки всегда более сокращенные, потому что уходит время на передачу бумажных документов, реестров и прочего. Поэтому в электронном виде сведения предоставляем максимально короткие сроки. Допустим, по среднему ЕГРН можем предоставить некоторые виды сведений за 2-3 минуты предоставляются. Даже так? Да. По ГФДЗ... То есть не 2-3 дня? Нет, 2-3 дня мы пытаемся исключить, такого у нас уже нет. По ГФДЗ мы тоже идем к сокращению сроков. Сейчас у нас было 3 дня, сейчас 2, и мы стремимся к одному дню. Надеюсь, вот с 1 октября перейдем на один день. Ради такого вот сокращения сроков мы весь свой архив переводим в электронный вид, отцифровываем, уже большой объем отцифровали. Я надеюсь, что к 1 октября мы сможем за один день предоставлять услуги, если вот через ЕПГУ будут поданы запросы. Вы уж меня простите за ЕПГУ, ну портал услуг, вроде всем уже... Это слово такое знакомое. Понятно. Тем не менее, до 2022 года Роскадастра ввел прием и выдачу бумажных документов на недвижимость. Какова судьба тех документов, которые, может быть, оказались невостребованы, забыты, недополучены, ну всякое бывает, да? Как их можно все-таки получить? Вот сейчас, в 2024 году. Все верно, мы прием хоть и прекратили, но у нас остались документы, которые заявители по той причине не получили. Да. Разные обстоятельства, могут быть, уехали в другую город или еще что-то. Такой у нас архив большой, вот, но никакой сложности с получением документов нету. Заявитель может прийти к нам, написать заявление, что он хочет получить такой-то документ, указать какие-то реквизиты. Если реквизиты, ну, будут утеряны и мы не найдем, ну, постараемся мы ему помочь с этим. Возьмем, честно говоря, несколько дней на поиск этого документа, потому что архивов много, архив большой, в нескольких, скажем так, местах найдем. И при следующем посещении мы ему эти документы выдадим. Либо второй вариант, он может с нами связаться и заказать данные получения этих документов посредством курьерской доставки документов. То есть ему даже являться не надо, мы ему привезем, но тут это, как бы, отдельная тоже тарифная сетка, утвержденная законом. Но, тем не менее, такой сервис существует. Да, потому что доехать до офиса тут нужно потратить, уехать тоже, поэтому где-то, может быть, курьерская доставка будет и выходом. И надо сказать, что мы храним невостребованные документы не только по своему приему. Есть документы, которые заявители после государственной регистрации прав не забирают из МФЦ. И эти документы через 40 дней тоже поступают к нам на хранение. И их также можно таким же способом получить. Поэтому вот такое, как бы, гражданам обращение, забирайте из МФЦ документы вовремя, либо потом уже обращайтесь к нам, у нас они тоже хранятся. И еще скажу про невостребованные документы. Можно написать заявление к нам на получение документов, которые вы сдавали в другом субъекте Российской Федерации. Мы ваше заявление перенаправим в тот субъект, они подберут документы, пришлют, и вы у нас их тоже получите. Это очень удобно. Ну, соответственно, и обратная ситуация тоже действует. Поэтому документы ваши, конечно, не теряются, но забирать тоже нужно все равно вовремя. А вот подскажите, при работе с вашими сервисами когда-нибудь в каких-то ситуациях нужна электронная подпись? Электронная подпись нужна для юридически значимых действий, таких как государственная регистрация права, где должен обращаться непосредственно собственник или его законопредставители, либо заказать выписку о правах отдельного лица. В остальных случаях, в том числе для предоставления сведения, электронная подпись физическому лицу не нужна. Не нужна. Да, в основном нужна именно юридическим лицам, органам власти, правоохранительным органам, чтобы подтвердить свои полномочия. Но по государственной регистрации права обязательно всегда электронная подпись. Но это, наверное, как раз через сервис госуслуг делается, да? Это делается через личный кабинет Росреестра. О, вот, кстати, о личном кабинете Росреестра мы так плавно подтянулись к этой теме, потому что она очень важная. Какие возможности дает личный кабинет Росреестра? Личный кабинет Росреестра позволяет, первое, просмотреть сведения о своих объектах недвижимости, которые вы ими владеете. Если вдруг сразу тоже здесь такое, скажем, отступление сделаю, объекта недвижимости нету в личном кабинете, но вы точно понимаете, что он у вас есть, здесь необходимо обратиться в Росреестр для того, чтобы актуализировать данные о своем объекте недвижимости. Возможно, вы поменяли паспорт, возможно, какие-то данные еще изменились. Либо объект вы зарегистрировали давно, а СНИЛС не внесся. А идентификация в том числе происходит после НИЛС. Поэтому эти данные нужно внести, их можно через МФЦ внести, либо через портал также. И этот объект недвижимости через какое-то время после принятия решения появится у вас непосредственно в вкладке «Мои объекты». В нем вы уже сможете отслеживать основные характеристики, те же самые ограничения, обременения. Второй раздел крупный личного кабинета – это как раз подача заявлений. Будь то государственная регистрация права, переход права, возможно, какой-то запрет регистрации без личного участия тоже в какой-то момент был актуален, чтобы вот только когда я лично приду, только тогда какие-то действия с моим объектом недвижимости производите. Либо вы можете внести изменение в свой объект недвижимости. То есть перечень определенных заявлений, которые предусмотрены законом, они все есть в личном кабинете. То есть это как такая точка входа – обращение в органы регистрации права. Раньше можно было и запрашивать сведения, но сейчас этот раздел как раз мы перенесли на ЕПГУ, чтобы все-таки людей сориентировать. Вот есть единый портал государственных услуг, вот можно заказать все там в одном месте. К этому идем. Ну вот личный кабинет Росрегистра все равно еще и взаимодействует. Обширные возможности. Обширные. Есть еще дополнительные сервисы, но в том числе как раз сведения об объекте в режиме онлайн. Он тоже входит в личный кабинет. А что делать, если мошенник получил, не дай бог, доступ к личному кабинету? Такая ситуация, конечно, может быть и возможна, но, наверное, почти исключена, потому что авторизация в личный кабинет происходит посредством сервисов единого портала госуслуг. То есть таким образом получается, если получили доступ к порталу госуслуг, значит получили доступ к порталу Росрегистра. Обратного быть не может. Поэтому здесь общая рекомендация, обязательно сразу надо менять пароли, включать обязательно двухфакторную амтификацию на портале госуслуг, что входите по паролю, потом подтверждение через телефон, и тогда вы будете обезопасены. Ну вот здесь у нас такая связка. То есть мы собственные средства проверки подлинности не используем, мы вот используем вот единую платформу, чтобы как бы более-менее защищенными быть. Исходя из вашего ответа, я так поняла, что прецедентов не было. Нет. То есть все надежно, да, в большой степени надежно. Да, в зависимости от степени надежности как раз портала госуслуг. А он у нас вроде надежный. Да, да, да. У нас еще несколько минут остается. Вы можете просто обратиться сегодня к вашим потенциальным клиентам, заявителям, и на что-то обратить их внимание. Ну, хотел бы вот обратить внимание все-таки на актуальность данных в реестре недвижимости, о наличии контактных данных в реестре недвижимости. Очень бы неплохо было бы внести свои контактные данные, это адрес телефона, адрес электронной почты, для того, чтобы в случае каких-то вопросов, либо в случае установления определенных зон использования территории и прочего, мы могли вас уведомлять в автоматическом режиме о проведении каких-то изменений в объекте недвижимости. Они законные, но вам нужно о них тоже знать, потому что сейчас на территории Самарской области проводится комплексная кадастровая работа, когда полностью территориями жуется. И в этом случае мы тоже всех собственников должны уведомлять. И, конечно, если эти контактные данные есть, то собственникам придут уведомления. Поэтому пожелание одно – это проверить наличие объектов недвижимости в разделах госуслуг, либо в личном кабинете Росреестра. И если по какой-то причине объекта недвижимости у вас там нет, то надо уточнить контактные данные для того, чтобы эти объекты там появились. Вот такая, наверное, общая рекомендация будет. Ну и пользуйтесь электронными сервисами Росреестра. Это быстро и удобно. Примем к сведению. Наша программа подошла к концу. Ярослав Сергеевич, я благодарю вас за полезные и подробные разъяснения. Напомню нашим телезрителям, что сегодня гостем в студии был заместитель директора филиала публично-правовой компании «Роскадастер» по Самарской области Ярослав Лагунов. На этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова